Кошеные в стразах Это маски! Маска! Я тебя знаю! А у вас маска есть? Если еще нет, то лучше ее побыстрее купить Потому что теперь без маски, а где-то без перчаток, штрафуют В Казани, например, за отсутствие маски в магазине Наказали уже десятки человек А в Москве обязательными стали маски и перчатки Не только в общественном транспорте, но даже в такси Наказывать будут по тому же закону, что и за нарушение режима изоляции Или нарушение указов местных властей Причем штрафовать могут как по федеральному закону, так и по региональному Верховный суд сказал, что исполнять нужно и местные правила Региональные КОАПы, как правило, это Москва и Питер, это фиксировано 4 или 5 тысяч рублей В Красноярске от 1 до 3 тысяч рублей В Екатеринбурге до 5 тысяч рублей Эти дела по региональным составам рассматривают, несут и рассматривают административные комиссии Чиновники Чиновники принимают решение наказывать или не наказывать Как бы административная комиссия, кстати, достаточно часто выносит решение о прекращении дела Если вы, например, были в маске, а полицейские все равно составляют на вас протокол за ее отсутствие Юристы советуют записывать разговор с ними на видео, чтобы, если дело дойдет до суда, его можно было использовать в свою защиту Но есть и другая проблема Наказывать могут сразу за несколько нарушений Словно человек находился без этого цифрового пропуска, вдали от дома, не рядом с ближайшим магазином, без масок, без перчаток Поэтому ему можно составить протокол и за то, что он находится, нарушает одно правило, а также нарушает еще и масочный режим В магазине, кстати, маску лучше не снимать Охранник или продавец не имеют права вас из-за этого выгнать, но зато могут отказаться обслуживать Потому что если полицейские увидят в магазине посетителей без средств защиты, владельцев тоже могут оштрафовать Большинство таких протоколов будет связано именно с тем, что обслуживают или нет клиентов конкретно в торговом зале То есть продали человеку без маски, было это зафиксировано, все, значит состав есть Вообще маски обязали носить во многих странах мира В Китае и в Чехии, например, даже после того, как сняли жесткие ограничения Маска, может быть, и не защитит вас от заражения, но зато позволит не заразить других Правда, средства защиты не дешевые, а раздавать их бесплатно пока никто не собирается Один из депутатов назвал штрафы за нарушение масочного режима безумием А другой предположил, что работодатели должны своих сотрудников самостоятельно обеспечивать средствами защиты Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что введение масочного режима Это не очередное ограничение, а начало возвращения к нормальной жизни